Добрый вечер. Наша тема – это псалмы, которые связаны с праздниками. И мы с вами посмотрели и третий псалом, который связан с раскаянием, когда Давид говорит о раскаянии, мы говорили о том непростом раскаянии, который был у Давида. И вот пробираемся дальше, смотрим те псалмы, которые часто повторяются в празднике. Мы знаем с вами, что в празднике читают аллель, как бы хвалебную песню, песню хвалы Всевышнему, состоящую также из псалмов Давида. И первый псалом в этой хвалебной песне, который мы читаем в утренней молитве, в праздничные дни, это 114-й псалом, который говорит об исходе сыновей Израиля из Египта. И мы представляем себе, что исход из Египта – это событие, которое, как говорит Давид в книге Кузаи, это событие, которое приравнивается к творению мира. Что если бы не исход из Египта, то сотворение мира было бы недоказуемо, было бы сказкой, которую невозможно доказать, можно только пересказывать. А вот исход из Египта был похож на то, как мир разрушается и творится на глазах у людей. Всевышний разрушал основы мира, переделывал одно в свою противоположность, потом заново возвращал на место. И 10, как говорится в книге Кузаи, 10 казней, 10 наказаний, которые обрушились на Египте, они превратили 10 лечений, которыми был создан мир, они превратили 10 заповедей. То есть 10 лечений, которыми был создан мир, человек не видел, не слышал их. Но поскольку есть исход из Египта, свидетельствующий усилий и мощи о том, что у мира есть творец, и у мира есть творец, творец, который добивается в мире справедливости, наказывает поработителей и освобождает порабощенных, это привело, скажем, как бы привело, если не правильно, но как бы привело к возможности даровать 10 заповедей с горы Синай. То, что у мира есть творец, это дает возможность даровать 10 заповедей от имени того, кто сотворил мир 10 лечениями. Ну, в 14-м псалме Давид говорит, что когда вышел Израиль из Египта, дом Якова от народа чужого, стал Иуда святыней его, Израиль владением его, я бы сказал так, подданным его. Израиль стал подданным миром. Мы видим, что здесь выделено колено Иуды, которое в Египте более чем другие колены Израиля осталось привержено традиции, осталось привержено Торе, и поэтому оно здесь названо святыней Всевышнего, святыней тем, кто сохранили, те, кто сохранили святость, святость народа, те, кто менее всего опустились, менее всего опустились идолопоклонства, менее всего были связаны с представлениями идолопоклонников. Иуда назван святыней, Израиль назван подданными теми, кто подчиняется. Здесь святость, а здесь подданные, которые подчиняются Всевышнему. Море увидело и побежало, убежало, побежало вспять. Мы знаем, что море раступилось, но пророк как бы политически говорит о том, что море убежало перед сыновьями Израиля, силы моря, скажем, отступили перед сыновьями Израиля. И, естественно, не буквальный, а поэтический образ. Иордан обратился вспять. И Псалом говорит о том, что при переходе через Ярден, воды Ярдена остановились. Опять же, он не обратился вспять, его воды не потекли вспять. Это говорит поэт. Воды Ярдена остановились и стали стеной. Те воды, которые ниже по течению, чем напротив города Ерехо, они утекли вниз. А те воды, которые были выше по течению, они продолжали прибывать. И стена продолжала подниматься. Горы скакали, как овны, как ягнята, как овны, как бараны, скажем, да, холмы, как ягнята. Речь идет о даровании Торы, когда все пришло в движение, гора Синай дымилась, гора Синай поднялась, повисла, как мы знаем, над сыновьями Израиля. И об этом пророк говорит, что горы, они прыгали. И дальше задается вопрос. Малыха, аямтит китанус, что с тобой море, что ты побежала вспять? Что с тобой случилось в море? И мы сейчас с вами вернемся к этому и поймем, почему задается вопрос, по крайней мере, постараемся понять. Почему Иордан обратился вспять? Горы, почему мы скачете, как холмы? И ответ, пред Богом, пред Богом своим трепещи земля. Пред Богом Якова, превращающим скалу в озеро вод, в собрание вод, камень в источник вод. Значит, что означает пред Богом Якова? Трепещи земля, пред Богом Якова, превращающим скалу в озеро, камень в источники вод. Здесь намек на наказания, которые обрушились на Египет, когда одно превращалось в свою противоположность, а потом превращалось само в себя. Поэт, скажем, поэт, пророк об этом сказал, как скала превращается в воду, а камень превращается в источник вод. Но мы, и действительно, мы знаем, что кроме этого, кроме наказания Египта, то, что это намекает, мы знаем, что вода действительно потекла из камня. Когда Маше ударил своей тростью своим посохом по скале, то потекла вода из камня. Теперь, то, что здесь нам дает этот вопрос, кроме какого-то поэтического, такого обращения к самой природе, как бы диалога самой природе, которая начинает вести себя необычно, происходят чудеса. Этот вопрос нам дает вот еще что. Когда спрашивают, когда не видно причины. Мы видим, как бы, что горы начинают прыгать, скакать, море расступается или обращается спять в Ярден, воды Ярдена останавливаются. Но мы не видим почему, мы не видим причины. И поэт здесь хотел сказать вот что. То есть это, как бы, он говорит не только об исходе из Египта, он говорит о всех чудесах, которые сопрождаются на Ви и Израиле на протяжении всей истории. Он хочет сказать, что не видно, почему эти горы должны были бы прыгать. И человек, который смотрит со стороны, народы, которые смотрят со стороны, они не понимают причины. А причина заключается в том, что Бог идет с народом Якова. Он, как бы, свое присутствие, божественное присутствие связал с народом Якова. И вот народ подходит к морю, и море расступается. Почему? Не видно, почему? Там только люди. Оказывается, что, как бы, ответ Псалма, что там не только люди, с людьми, Бог, божественное присутствие с народом. То же самое и с Ярденом. А подошли к Ярдену, Ярден расступился. Почему расступился Ярден? Не видно причины, по которой должен был расступиться Ярден. Потому что народ, люди должны перейти реку, и Бог с этим народом. Вот это нам дает этот вопрос, ощущение того, что не видно, почему происходят какие-то изменения природы. происходили из Египта или в дальнейшей истории. Потому что мы видим только людей, видим только народ. А ответ, что с народом, с народом идет Бог. Это, как бы, первый псалом из тех псалмов, которые произносят в Алле, в, как сказать, в Алле, в гимнах, которые посещены Всевышнего, которые говорят в празднике. Есть что-то, хочется спросить, мы можем остановиться здесь и, скажем, что-то добавить, спросить, обсудить. Есть, я не вижу, не вижу ни у кого руки и не вижу, проверю только с Вашего излучения, проверю. Да, пожалуйста, я спросил микрофон. Да, пожалуйста. Алло, добрый день. Не подскажешь, я вопрос по лекции, или кто-то запрошил, не помню, когда в последний раз был. Спросил, почему в салмах упоминается именно Бог Якова? Вот, не какое-то другое имя Господа, а вот именно Бог Якова. И есть и другие имена, есть и другие имена Всевышнего. Здесь, в данном случае, да, это указывает на то, что, скажем, да, Исраэль, Исраэль это высокое имя, да, высокое имя. И, как бы, можно было подумать, что, то есть вопрос, как бы, в этом плане, да, мы видим, мы видим с вами, как бы, представляемся, сыновей Израиля, вышедших из Египта после изгнания. Трудно предполагать, что они находятся на большой духовной высоте. Им еще предстоит долгий путь в плане духовности и до горы Синай, и после горы Синай, да, вот. И поэтому они названы, они названы домом Якова, да, и в изгнании, и в происходе из изгнания сыновья Израиля часто называются, часто называются домом Якова, домом Якова. А Бог, да, Богом, Богом Якова. То есть это говорит о том, что, несмотря на то, что народ, скажем, там, не все праведники, не все священники, да, не все, не все мудрецы Торы, наоборот, это люди, которые, ну, еще до конца не оторвались от этого поклонства, не оторвались от представлений долопоклонников, да, они выходят из изгнания, да, и Всевышний с ними. Это народ, для которого он будет делать чудеса, для которого он поведет, поведет в землю Израиля и поведет к духовной высоте, к построению храма. И то, что вы совершенно правильно заметили, что этот вопрос, он также, как бы, он и подчеркивает этот момент, да, что, как бы, не видно, не видно ни божественного присутствия, не видно, для кого бы это божественное присутствие должно было бы раскрываться. Толпа, толпа рабов, вот колено Иуды, оно как-то сохранило свою святость, сохранило в большей степени, чем другие, и то, и то не полностью, да, и в этом плане, в этом плане, скажем, да, Бог называется Богом, Богом Якова. Еще раз, Исраиль, это, как бы, имя, когда народ находится на высоте, на духовной высоте, и Яков, когда он в изгнании, да, или когда к нему, часто, когда обращаются к нему с упреком за то, что он утратил свою духовную высоту. Окей. Если что-то есть еще, пожалуйста. Окей. Если, если нет дальше конкретных вопросов, еще раз проверяю, секунду одну, то мы с вами тогда перейдем к следующему псалму, да, они идут подряд в Таилим, и это 115-й псалом. Не нам Бог, не нам, но имя Твоему дай славу ради милости Твоей, ради верности Твоей. Опять же, этот псалом говорит об, рассказывает об, в общем-то, об исходе, когда сыновья Израиля не находятся на высокой духовной высоте, на духовной высоте не находятся, они только-только начинают подниматься после изгнания или в период исхода. Этот псалом говорит об этом же. И он говорит, да, начинается с того, не нам Бог, не нам, но имя Твоему дай славу ради милости Твоей, ради верности Твоей. Всевышний никогда не делает ничего ради себя. Он никогда не делает ничего ради славы Своей. Понятно, что он, как бы даже простое такое соображение, что Всевышний, он совершенство. И он не нуждается ни в наших хвалах, ни в нашем превознесении. И мы-то, мы и не можем произнести, произнести истинную хвалу Всевышнему. У нас это никогда не получится, потому что мы не знаем всех, все его высоты, все его ценности, она не выслеживая для нас. В тратете Прохот говорится о том, что человек, который обращается с молитвой ко Всевышнему и хочет сказать о нем высокие слова, произвести хвалу Всевышнему, может быть, даже от всей души, восторгаясь мудростью и вечером Всевышнего, ему не рекомендуют это делать. Есть определенный набор, как бы, да, есть, так можно сказать, эпитета Всевышнего, да, великий, великий, могучий, тот, перед кем трепещен. И не надо умножать, не надо умножать слова. Почему? Потому что ты все равно не можешь охватить, даже охватить все его славы. И в трактате Прохот приводится такой пример, что один человек, который умножал слова, говорила Всевышнего бесконечно, один из мудростьов дошел к нему и сказал ему, Сьям, Тико, Нашвахи, и сказал ему на арамейском, ну, ты закончил все твои похвалы, скажите, закончил все твои похвалы. Это такое несколько насмешливое, что ты все равно это никогда не закончишь. Может быть, тебе уже лучше остановиться, потому что нельзя рассказать во всем величии. Также в трактате Прохот приводится пример, где говорится, что как человек, который хвалит правителя за то, что у него во дворце, за его серебро, за его золото, он не может хвалить самому правителя, потому что он не знает его, не знает все его мудрости, не знает его величия. То есть, скажем, если так можно сказать, та похвала Всевышнему, та хвала Всевышнему, которую мы произносим в тех же самых псалмах, она нужна нам, чтобы проникнуться любовью ко Всевышнему, проникнуться трепетом перед ним, проникнуться, если так можно сказать, уважением к его мудрости, к той мудрости, которая заложена в творении, это нужно для нас. Не потому, что мы можем что-то сказать о Всевышнем. Рамбам говорит вообще, что как бы все, все, что мы говорим о Всевышнем, это все идет со стороны, как бы со стороны отрицания напрямую, мы ничего не можем сказать о нем. Например, когда мы говорим, что Всевышний Бог живой, да, то как говорит Рамбам в Море-Анаму-Хим в «Поучении заблудших», он говорит, что это означает, что понятие мертвый дальше от Всевышнего, чем понятие живой. Но это не значит, что Всевышний живой, вот так же, как мы живые, или так же, как есть вот какая-то жизнь на земле, или даже какое-то вот обобщение всего живого, и так тот, кто дает жизнь, может быть, поэтому он живой. Нет, напрямую это не работает, как бы напрямую мы не можем сказать ничего, понятие жизни напрямую к нему неприменимо, он выше этого понятия жизни. И поэтому, когда в пророках, когда в Торе, и здесь Таилим говорится, что Всевышний обращается ко Всевышнему, царь Давид дает нам молитву, не нам, не для нас, а для имени своего сделай, ради милости Твоей, чтобы показать, милость Твою сделай. Это некоторый такой условный, поэтический прием, потому что Всевышнему ничего не надо ради себя. Это как бы только говорит о том, что мы не заслуживаем, мы не заслуживаем. И вот как бы мы не заслужили, но ты как бы ради себя прояви милость. Ради себя надо понимать, как кредит. Мы еще поднимемся, мы еще возвышимся, мы еще будем достойны Твоей милости, дай Бог, но мы нуждаемся в ней сейчас. И поэтому как бы ради себя, не потому что мы достойны, мы недостойны сейчас этого, да, ты прояви милость Твою. Не нам Бог, не нам, но имя Твоему дай славу, да, прославь имя Твое. Ради милости Твоей, ради верности Твоей, конечно, ради нас, ради того, чтобы мы смогли возвыситься, стать духовным народом сейчас. Спаси нас, прояви на Твою милость. Для чего, да, мы видим, что это, мы видим, что вот это действительно период изгнания и здесь обращение. Для чего говорить народам, где же Бог их, да. То есть мы не удостоились того, чтобы ты раскрылся сейчас и вывел нас из изгнания, проявил чудеса, да. Но ты сделай это как бы ради себя, да, чтобы, если так можно сказать, отстоять Своё имя среди народов. Почему же они говорят, где Бог их? Где Бог их народы говорят всегда, когда сыновья Израиля находятся в изгнании, не находятся на своей земле. Они говорят, что вот, да, как бы, если вернуться к тому же самому Кузарику, Иуда и Льви, к этой замечательной книге, то я напоминаю, напомню, что она построена как диалог, как диалог Равина и Хазарского царя, который ищет истинную веру. Это рассказ, естественно, вымышленный, художественный, да. Но как этот диалог начинается? Вот Хазарскому царю приводят, он приводит сначала мусульманина, он разговаривает с ним, христианин, он разговаривает с ним, его это не удовлетворяет, приводит греческого философа, философия воспринимается так же, как вера, да, приводит греческого философа, и вовсе это не удовлетворяет, он спрашивает, есть ли кто-то еще в мире. Ему говорят, что есть еще один народ, да, но он забитый и жалкий, и само его положение свидетельствует о том, что у него нету истины. И, значит, да, мы представляем себе, что когда на сновья Израиля в изгнании, да, что когда кажется, что Бог оставил их, кто звучит, а из уст народа мира звучит этот вопрос, где же Бог их, да, вот, у них нету истины, Бог, о котором они говорят, он не существует, истина у нас, истина у наших божеств, у нашего Бога, почему, потому что мы процветаем, а они находятся у нас в плену, находятся у нас в рабстве. Если говорить, как бы, развивать эту мысль, то можно сказать, что, да, можно сказать, что на, скажем, да, я просто боюсь завести вас в далекие философские соображения, лучше продвинемся, да, а Бог наш на небесах, все, что хочет, делает Он. Мы знаем, что Бог Всевышний, Он не на небесах, Он повсюду, да, почему сновья Израиля говорят так, что Бог наш на небесах, это ответ народам мира, да, наш Бог на небесах, да, каждому говорят, каждому говорят то, что Он может понять. Мы это знаем, что Он не на небесах, что Он повсюду, что Его рука всегда с нами, что Он направляет события так, чтобы, так, чтобы привести конец изгнанию, да, мы это прекрасно знаем, да, но для вас мы скажем так, такую картину, что Он сидит на небесах, да, и, да, все, что хочет, делает Он, вот сейчас Он отстранился и ждет, а потом Он приблизится, потом Он приблизится к земле, да, или приблизится к земле и сделает все, что Он хочет, да, а теперь мы, как бы, говорим между, между собой, сыновья Израиля говорят, идолы их, серебро и золото, дело рук человеческих. Эта посылка, она на самом деле не такая простая, как всегда кажется, потому что никто, ни один из его поклонников, он не верил в то, что вот эта вот статуя, она является божеством, сделанная из серебра или золота. То, что верили, да, то, что, то, что верили, то, что эти статуи, вот они притягивают дух, притягивают божественный дух, перед которым приносят жертвы, и он тогда помогает. То есть это за статуя, как инструмент притяжения какого-то духа, как каких-то сил природы, да, и много раз Иеремиягу, да, и пророк Иеремиягу, они вращаются к тому, что это серебро или серебро и золото. Пророк Иеремиягу высмеивает весь процесс изготовления идолов, как один говорит, один говорит, дай мне молоток, другой говорит, дай мне рубанок, сейчас мы поставим этого идола, а он не стоит, ему надо прибыть гвоздями, да, он высмеивает этого, и не потому, что люди сами не видят это, люди не такие простые, у них все-таки есть глаза, они видят, что эта статуя, она не ходит, она не говорит, да, а просто утверждение пророков в том, что в этих идолах нету больше ничего, кроме серебра и золота, да, идолы и серебро и золото, и нету в них ничего больше. Дело рук человеческих их сделал человек, и никакого духа там в них нет, да, вот, и доказательства этому тому, что род у них, они не говорят, где дух, да, он бы говорил тогда, глаза их, они видят, уши у них, они слышат, нос у них, они обоняют, руки у них, они осизают, ноги у них, они ходят, не издают звука горлом своим, да, и дальше потрясающая фраза, взрыв просто, да, пусть подобные им будут делающие их, всякие полагающиеся на них, да, тут-то, как бы, Давид говорит что-то такого рода, да, как, вы знаете, как это, как это, шутка, что приходит мальчик из школы и говорит папе, что нам сказали, что мы происходим от обезьяны, на что папа говорит, что каждый происходит от кого он хочет, от кого он хочет, от того он и происходит, да, и вот, это сильнейшая фраза, которая нам говорит о том, что вера в, вера выдала, вера в божества, да, она делает человека похожим, похожим на эти божества, да, и мы это себе тут же можем представить себе, да, если мы возьмем, скажем, греческие божества, греческие мифы, да, то мы и представим себе, представим себе древнее общество, скажем, приверженное эллинизмом, в котором распространен эллинизм, да, то мы увидим, да, что как эти божества, как эти божества, у них нету никаких моральных принципов, так и у людей нету моральных принципов, как эти божества верят только в силу, да, так и люди верят только в силу, да, И, скажем, люди сами создают этих божеств, выплескивая как бы свое дурное начало, эти божества, я говорю в общем, потому что на самом деле, наверное, есть моменты гораздо более тонкие, но в общем глобально человек обожествляет свое дурное начало, а потом начинается обратный процесс, как говорят в технике положительная обратная связь. Эти божества начинают влиять на него, и он становится сам похож на этих божеств. И вот, скажем, мы понимаем здесь еще раз, скажем, ценность этой посылки, посылки Торы, что Всевышний сотворен по образу и подобию, я прошу прощения, человек сотворен по образу и подобию Всевышнего. И сама наша эта вера, то, что мы сотворены по образу и подобию того, кто выше природы, выше всех ограничений, как бы, образно говоря, уходит куда-то в бесконечность, бесконечен сам. Она делает нас другими, одна только эта вера делает нас другими, дает нам возможности других, дает нам увидеть мир шире. Она вмещает в наше сердце больше любви, потому что Всевышний понятен, что у него нет никакой необходимости ни в чем, он совершенство, он бесконечность. Единственное желание, которое у него может быть, это желание давать, давать с любовью, значит, в нашем сердце просыпается, в нашем сердце вмещается больше и больше любви. Наши мыслительные способности, как бы, уход из ограничений, да, и от ограничений материального мира, это все это, все это расширяется. Да, мы можем вспомнить с вами о том, что Всевышний заключает союз с Авраамом, один из моментов заключения союз с Авраамом, то, что Всевышний поднимает его выше звезд, выше всех ограничений, ограничений материального мира. Значит, и либо человек верит в силу природы, или в те силы, которые заложены в нем, в самом близком природе, либо он верит во Всевышнего, бесконечного, абсолютного. И от этого зависит, как бы, его духовный образ, духовный образ его самого. Пусть подобные будут делающие всякие полагающиеся на них. Израиль полагается на Бога, он помощь их, Израиль полагается на Бога, он помощь их и щит их, их на наш, как бы, да, тут поэт говорит, ищет их, но имеют в виду, что это наш, помощь Израиля. Дом Аарона полагается на Бога, он помощь и ищет их, да, те, кто, как бы, призваны служить в храме, да, к ним особое обращение, что они должны всегда полагаться на Всевышнего, еще больше, чем все другие. И боячиеся Бога полагайтесь на Бога, да, и призыв к людям, боящиеся тех, у кого есть трепет перед Всевышним, полагайтесь на Всевышнего. И мы понимаем, что здесь идет о том, что когены, которые избраны служить в храме, это еще, как бы, не предел ступени святости. Есть люди, которые могут достичь еще большей святости, чем когены, хотя они не происходят с когеном. Вот поэты их называют здесь трепещущие перед Богом, да, а трепет, если мы можем представить себе, да, это не боязнь, трепет это живое ощущение божественного присутствия, да, и боязнь не получить наказание, а боязнь что-то сделать неправильно, потому что Бог повсюду, да, Бог повсюду, он велик, он мудр, и сделать что-то, не соответствующее его воли, да, это, как бы, настоящий, настоящий трепет, не боязнь. Он помощь их, ищит их, да, и те, кто полагается на Всевышнего, Тесничество, полагается всем сердцем, он помощь и защита их. Бог вспомнил нас, Бог вспомнил нас благословит, да, благословит он, благословит он дом Израиля, благословит он дом Аарона, да, благословит он боящихся Бога малых с великими. Мы вспоминаем о том, что, как бы, речь идет о том, что народ Израиля находится в изгнании или период возвращения, да, и здесь нужно божественное благословение, Бог вспомнил нас, да, то есть начали происходить процессы, ведущие к нашему освобождению, к нашему полному освобождению, и нам нужно благословение Всевышнего, чтобы и очиститься, и чтобы обрести силы, да, вот, и это благословение, благословение должно прийти, да, благословит он боящихся Бога малых с великими, да, весь народ целиком, независимо от того, кто праведники, кто люди средние, все, весь народ целиком получает благословение. И прибавит Бог вам, и вам, и сыновьям, и сыновьям вашим, да, то есть благословения, которые должны быть в будущем, при сходе из будущего изгнания, они еще более сильные, чем те благословения, которые были раньше. Благословенные вы перед Богом, сотворившим небо и землю. Уже не только упоминается небо, но и упоминается и земля, когда идет наш внутренний разговор. Мы с вами помним, что эти слова, сотворившие небо и землю, они принципиальны, что когда Авраам после победы над четырьмя царями встречает Малхицедика в городе Шалем, в будущем его Шалаеме, то Малхицедик благословляет Авраама и говорит, благословен Авраам перед Богом, сотворившим небо и землю. И вот это упоминание неба и земли, куне шама и бааре, сотворившим небо и землю, можно так сказать, владеющим небом и землю, оно очень принципиально в этот момент, потому что Малхицедик, человек праведный, он видит, что в мире господствует зло, что зло побеждает, праведники не могут побеждать. Когда он видит, что Авраам побеждает человек великой праведности, побеждает четырех царей, тут он говорит, что, наверное, Бог не только на небе, но и на земле. И благословляет Авраама, но и Богом, который сотворил небо и землю, владеет небом и землей. Небеса эти, небеса Богу, а землю он дал, он, судам человеческим. Здесь, прежде всего, может быть, нужно начать издалека и сказать, что в трактате Брахот задается вопрос, ну как так? Всевышний не отдал землю сынам человеческим, чтобы они пользовались ею, пользовались ею, как хотят, делали с ней, что хотят. Это же не так, да? Поэтому это нужно так понимать. Шама им, Шама им, Лео шеем, небеса Всевышнему. Баар, Ифна, Тан, Ивне, Адам, а землю отдал, землю отдал людям, после благословения. То есть, когда человек, да, скажем, с точки зрения, тоже, скажем, человек не имеет права съесть яблоко, грубо говоря, прежде чем он не произнесет благословение, произвел благословен Всевышний, сотворивший плод дерева. Но дело не только в том, дело не только в формальном законе, дело не только в том, что перед едой следует говорить все, следует говорить благословение. Дело во всем мировосприятии. Человек может пользоваться всем, что есть на земле, да, при одном условии, да, что он благодарит Всевышнего за то, что ему дано. За то, что ему дано, отдану, как бы, в его распоряжение, постоянно должна быть благодарна Всевышнего. Если бы мы жили с таким чувством, да, если бы мы жили с таким чувством, то, конечно, конечно, да, не было бы ни тех кровопролитных войн, ни тех несчастьй, которые мы, к великому сожалению, как люди причиняем друг другу, да, и ощущение того, что мне это дано пользоваться, отдано в пользование Всевышним, а значит, есть какие-то условия этому использования, чтобы я не вредил, не вредил ни творению Всевышнего, ни другим людям, не использовал это, не дай Бог, для того, чтобы оскорить имя Всевышнего. Да, если бы у меня было такое ощущение, то жизнь бы была совершенно другой, да, потому что формальный закон – это очень хорошо, но в принципе это должно быть расширено, да, да, и это как бы тот... Равдей, Равдей. Да, да, пожалуйста. Извините, а вот мед, мед, который пчелы собирают, ну, мед, мед, это как, это творящие различные виды пищи, творящий слот дерева, на какое благословение, творящий слоты земли, на мед, вот который пчелы собирают. Шакольни, Яби, Дворо. На русском, пожалуйста. На русском. Благословен Всевышний, что все, как сказать, что все было, что все возникло, сотворилось по слову Его. Нет, на мед, на мед, на мед. Это продукт. На мед. Значит, и идея, она такая, да, что у нас есть, по большому, не добавясь во все подробности, у нас есть хлеб, основной продукт, на который говорит, что особое благословение, о мусоре. Володящий хлеб и земли. Володящий хлеб и земли, совершенно верно. Да. У нас есть изделие, изделие из муки, на которой говорится Миней Минзонон, виды питания, виды пропитания. Да. Теперь, у нас есть плоды земли, то есть, зелень, типа укропа и лука. Картошка. Картошка, на которой мы говорим при Адама, благословяем Всевышний, сотворивший плод земли. Есть фрукты, на которые говорится благословен Всевышний, сотворивший плоды дерева. Теперь на все остальное, включая мясо, рыбу, мед и так далее, все, что не выросло, все, что не выросло из земли, говорится, шаакония бедвао, благословен Всевышний, что все сотворено, все сотворено, не я, все сотворено и существует по слову его. То есть различные виды пищи, да, это различные виды пищи. Мясо, рыба, мед, все, что не выросло из земли конкретно, да, на это говорят, это благословение, вода, да, вот и так далее. Возвращение различные виды пищи, да? Нет, нет, еще раз, значит, что все существует по слову его. Да. Все, что существует по слову его. Шаакония бедвао. Все, что зародилось, из-за чего и по слову его. Вот. И теперь, да, как бы конец этого диалога, диалога с народами мира и нашего внутреннего диалога, нашего внутреннего напоминания, что нужно надеяться на Всевышнего, вот эти заключительные слова, что небеса, небеса Богу, а землю Он отдал сыновьям, сыновьям человеческим, да, что, скажем, да, человек должен пользоваться всем, помня о том, что Бог на самом деле повсюду. Не умершие хвалить будут Бога и нисходящие преисподни. Да. Человек, находящийся в рабстве, да, он с точки зрения закона, как мертвый, да, можно сказать, что даже хуже мертвого, потому что Галаха предполагает, что если у нас есть два человека, один находится, один, оба находятся в плену, одного из них ожидает судьба раба, то есть его привозят в раба, заставят работать, да, неважно, насколько тяжелы работы. Другой человек, его ожидает смертная казнь. И мы можем в силу тех иных условий, в силу тех денег, которые у нас есть, мы можем выкупить только одного, кого выкупают, выкупают того, кому определена судьба раба. Даже считается, что рабство хуже смерти, да, и вот мы и мы ожидаем, мы ожидаем освобождения, мы ожидаем исхода, освобождения от народов мира, от их давления, да, и вот мы говорим, умершие не хвалят Бога, и нисходящие преисподним, да, да, то есть те, кто как бы преисподним, мы мало знаем, что о том мире, о грядущем мире, мы знаем, что все души, слава Богу, достигают Ганеден, доходят до, все души попадают в, ну, как, я даже не знаю, как по-русски, все это не звучит, попадают в руевский сад, попадают в высокий, попадают на высокий духовный уровень, и многие из них проходят, проходят перед этим очищение, то, что можно по-русски назвать преисподним, шиольдно, иврити, да, очищение, это, скажем, да, наказание, самое тяжелое наказание, оно в том, что человек чувствует себя оторванным от Всевышнего, если Ганеден человек находится, и райский сад, человек находится в свете Всевышнего, то шиоль, преисподня, это там, где он чувствует себя оторванным от Всевышнего, да, и вот поэтому, да, поэтому Давид говорит, царь Давид говорит, не умершие хвалить будут тебя, и не сходящие в преисподнюю, да, а мы благословлять будем, Бога отныне и вовеки, да, то есть мы, не только живые, но мы, свободные от рабства, мы освободившиеся от рабства, мы совершившие исход, да, мы будем благословлять Всевышнего, и уже вовеки, Аллилуйя, то есть вы понимаете это слово, оно состоит из двух слов, Алель, Я, Аллилуй, Я обращение, хвалите, Алель, Аллилуй, хвалите, Я, одно из имен Всевышнего, Аллилуйя, хвалите Бога, да, вот это наш, наш псалом, да, псалом, опять же, псалом исхода, избавления от рабства, диалога с народами мира, осознание того, что их идолы, они чисто, чисто материальны, да, и приход, приход к тому, что на земле, будучи свободными людьми, мы должны жить с ощущением того, что Всевышний нам дал эту землю, чтобы мы ей пользовались, и все благо дал нам, чтобы мы пользовались, да, и упоминание о том, что рабы, как мертвые, они не могут по-настоящему хвалить Всевышнего, только мы, только живые, освободившиеся, мы будем хвалить Богу вовеки. Если что-то хочется спросить, осталось еще три минуты, пожалуйста, мы можем как-то воспользоваться этим временем. Окей. Хорошего года. Хорошо. Всем хорошего года. Всего самого замечательного. Плодотворного Йом-Кипура. Я не хочу говорить, не хочу говорить удачного раскаяния, потому что это неприятно и некрасиво, но плодотворного, духовного Йом-Кипура. Я вполне могу пожелать всем. Спасибо. Всего доброго.